Всем, Татьяна Трошина, Московская область. Здравствуйте, Нагимана Суново, Казахстан. Доброе утро, девочки, всем большой привет, и мальчики тоже. День добрый, Кыргызстан, Галина. День добрый, Ирина, Москва. Ребята, всем добрый-добрый день. Да, сегодня у нас будет такой созвон, называется «Живые истории». Мы сегодня с вами поделимся своими историями, как мы сами пришли в эту компанию, как же у нас поменялась жизнь. И, конечно же, хотим, чтобы вы услышали нас, так как компания BeFree – это очень честная компания, которая дает каждому зарабатывать реальные деньги. Меня зовут Наталья Бражникова, я сама мама в декрете, уже в этом проекте я нахожусь три года, развиваюсь, и когда я пришла в интернет, я вообще ничего не знала. Я не знала, как работает это все, я не понимала, как работать нужно в интернете, потому что все время я сидела в декрете с маленькими детьми, и что меня вынудило вообще пойти на просторы интернета. Обычные наши кредиты, которые мы набираем, потом думаем, что мы быстро с ними расплатимся, но на самом деле приходят такие ситуации, когда тебя увольняют с работы, что-то еще происходит, и просто ты остаешься без денег, но кредиты твои растут. Для того, чтобы гасить, в моем случае я брала еще одни кредиты, чтобы погасить другие кредиты, и вот такой вот ком у меня просто нарос, и я была в шоке, думаю, что же сделать, как же мне выйти из этой ситуации. Я пошла на просторы интернета. Первое, что я попался, это продуктовая компания, к сожалению, там заработать очень тяжело, тому очень много надо работать, пытаться реализовать этот товар, но деньги свои ты там как таковой уже не зарабатываешь. Поэтому я пошла дальше, я не стала развиваться в этом направлении, я стала искать дальше, где же можно получить выплаты, и попала на финансовую пирамиду. Наверное, многие, и не только я, я думаю, многие люди попадались на финансовые пирамиды, и там же легко рассказывается, делать ничего не надо, деньги закидываешь, и будет себе счастье. Когда я взяла еще кредиты для того, чтобы закинуть в это счастье финансовую пирамиду, к сожалению, чтобы свои хотя бы вернуть, нужно, чтобы эта финансовая пирамида хотя бы просуществовала три с половиной месяца. Но в моем случае за два месяца эта компания полностью закрылась со всеми моими деньгами, и я осталась у разбитого корыта. Тогда я стала более осознанно искать компанию, где же вообще реально можно зарабатывать деньги, на которые ты можешь жить, не существовать, не хотеть реализовать не только свои желания, но и вообще, чтобы все твои дети, муж, чтобы все хорошо жили. И я тогда попала вот так же в гостевой чат, меня добавили, я стала смотреть. Если честно, вначале я даже не верила. Я говорю, неужели так люди зарабатывают? Я думаю, неужели это правда? Когда ты сидишь дома с детьми, когда ты ходишь в магазин и думаешь, что тебе сделать, купить молоко детям или какую-то вкусняшку, и выбираешь, естественно, молоко, потому что они хотя бы поели. И настолько мое было бедное существование до компании BeFree. Я, наверное, проще скажу, я просто была на дне, потому что у меня не было ни своего жилья, мы постоянно по съемным квартирам скитались. У меня не было уже как таковой работы, потому что сидела в декрете. Кто сидит в декрете, тот меня поймет. Декретные платят копейки, а для того, чтобы жить на эти декретные, ну, их денег нужно намного больше. Поэтому считаешь каждую просто копеечку. Ну, и, естественно, когда ты еще плюсом в больших кредитах, ты понимаешь, что тебе вообще нужно что-то делать, как-то менять свою жизнь. И тогда, понаблюдав за компанией BeFree, я смотрела и думала, так, надо что-то делать, надо смотреть, как же они это делают, как они зарабатывают эти деньги. Я посмотрела маркетинг, и мой спонсор Наталья Каврина меня спрашивает, Наташа, ну ты долго будешь сидеть и наблюдать за компанией? Я тут уже 900 долларов заработала, а ты все смотришь. И вы знаете, у меня такой вот прям в голове такой вот щелчок произошел, и я думаю, правда, что я сижу-то, нужно что-то делать. И я стала копить, откладывать деньги на то, чтобы зайти в эту компанию. Ну, сами понимаете, это не быстрый процесс, когда у тебя вообще нет денег. Поэтому я по сусекам скребла, в долг мне никто не давал, потому что они все знали, что я не работаю, что я отдать не смогу. И, конечно же, никто даже не занимает тебя, потому что понимает, что ты, ну ты бедный человек, ну как тебе отдать, ты же не сможешь отдать. Поэтому мне приходилось просто везде все откладывать детям, как бы, да, я понимала, что сейчас я им не позволю какую-то там вкусняшку или какую-то игрушку, но зато потом я буду позволять все. Ребят, так и произошло. Благодаря компании BeFree, когда я зашла, я начала быстро зарабатывать здесь, потому что здесь деньги отдаются сразу на руки. Я стала гасить кредиты первостепенно, и за 10 месяцев, когда я зашла в программу Автохаус, за 10 месяцев я уже заработала первые свои 8100 долларов. И дальше стала зарабатывать, и уже через, ну, на 11 месяц я уже купила себе жилье. Представляете? Это вот самое крутое было для меня, потому что когда ты скитаешься по съемным квартирам, когда тебе говорят в любой момент съезжайте, а ты понимаешь, что ты с маленькими детьми, и ты ничего не сможешь снять, потому что у тебя нет денег. Это была самая классная новость для меня, что я наконец-то буду жить в своем доме, где я могу забить гвозди, где я могу просто не существовать, да, и не задумываться, где мой ребенок, что он рисует. А они могут делать все, что хотят, потому что это мое. Это, знаете, это настолько такие классные чувства. Я даже не знаю, как вам передать это. У меня сегодня еще голос сел, поэтому извиняюсь сразу за свой голос. Но мне прям, знаете, хочется кричать всем вокруг, что это самая крутая компания, потому что она дает реализовать все твои мечты, ты их воплощаешь в реальность, живешь совершенно по-другому. Да, сначала ты в бедноте находишься, но когда ты здесь, ты общаешься не только по работе, но ты еще личностно здесь растешь, ты еще общаешься с людьми такими же, как и ты. И самое главное, ребят, вот здесь вот на самом деле настолько, как вторая семья. Здесь ты получаешь столько информации, ты здесь просто кайфуешь. И я вам всем желаю разобраться в компании BeFree, потому что здесь вы свои мечты воплотите в реальность. Так, как сделала это я, моя еще вторая мечта была это купить машину. Я никого не слушаю, да, мне все говорят, зачем тебе эта машина нужна? Ну что ты? Это же деньги. А я понимаю, что я могу себе это позволить. С компанией BeFree реально могу. Я пошла и купила себе машину. Пошла за день, выбрала себе машину и ее купила. И я кайфую от этого. Ребят, это просто непередаваемые чувства, которые я хочу вам передать, чтобы вы быстрее разобрались с этим и начали так же менять свою жизнь, как это сделали мы. Но и сейчас я передаю своему спонсору Наталье Кавриной, благодаря которой я сюда зашла, потому что если бы она, наверное, не спросила тогда меня, я бы, наверное, до сих пор существовала в бедноте. И я не знаю, как я бы жила сейчас. Честно, даже не хочу вспоминать эти моменты, потому что они были настолько плачевными, что там просто хочется плакать. Поэтому, ребят, встречаем моего спонсора Наталью Каврину. Я надеюсь, она присоединилась, чтобы она тоже рассказала свою историю. Да, присоединилась. Спасибо, Наташ. Я на самом деле, знаешь, слушаю твою историю. Всем добрый день. Слушаю твою историю. Вот ты рассказываешь, да, я просто понимаю, что я помню, как это было. И вот реально слёзы на глаза наворачиваются, да, и думаешь, как здорово, когда твои партнёры достигают таких успехов, воплощают свои мечты в жизни. И, как я всегда говорю, это ж не один человек стал счастливее, да, вот даже взять одного партнёра. Для всей семьи это насколько счастье, да, вот дети бы по сей день жили бы на съёмной квартире. И, как Наташа говорила, да, ну что такое съёмная квартира, маленькие детки. Не дай бог там где-то возьмёт там фломастер или ручку нарисует. Естественно, проблемы, да, с хозяевами. Вот, и человек постоянно в тонусе, вот, находится. Сейчас Наташа, по-моему, живёт в расслабленном состоянии, занимается тем, чем хочешь, покупает себе всё, что хочешь. Захотела, поехала, цацак набрала разных. Ну, мы же девочки, да, мы это всё любим. Вот, захотела там, поехала на шопинг, оделась, как сама захотела, без всяких там ограничений. Они тоже вот там... Ксюшу, помню, вы кого смотрели. То дом, да, то квартира, то там шубку просто пошла, как кофе купила, да, чашку кофе. Купила себе норковую шубу или не норковую, не помню какую. Вот, ребят, я пришла в компанию в январе 2020 года. То есть вот уже в этом январе было 4 года, как я в компании BeFree. И вот Наташа свою историю рассказывала, да, как она там перед компанией BeFree, какой у неё был опыт. У меня был очень похожий опыт. Я тоже начинала с продуктовых компаний. Всё-таки это мы сейчас понимаем, что там нет шансов заработать, да, но всё-таки хватались за каждую соломинку, потому что жить хотелось по-человечески, жить хотелось как все, а по-человечески не получалось. Потому что я работала на заводе, и моя заводская зарплата не позволяла мне вообще покрывать какие-то даже обычные базовые потребности, нужды. У меня были кредиты, была ипотека. Мы с мужем брали в ипотеку квартиру, и мы за неё платили. И когда я пришла в компанию BeFree, перед этим я тоже потеряла деньги, тоже в одном из таких нехороших проектов. Я тогда вообще решила, что больше в интернете не буду работать. Но знаете, вот, наверное, всё-таки никогда не надо сдаваться, потому что можно... Легче всего сложить крылья, и, как я говорила, я буду тогда работать руками. Вот интернет – это не моё. Всё, у меня там не получилось, сям не получилось, всё, нет, буду сидеть. Но всё-таки, ну, как вы понимаете, мы же когда-то ходили тоже, учились ходить, да, учились ложку держать. Ну, мы же не бросили ходить, да, не получилось, сели на попу и сказали, всё, не буду я ходить, буду я сидеть всю жизнь. Нет, конечно. Вставали и дальше шли. И интернет – это то же самое. То есть если вот мечты очень реальные в твоей голове, да, если ты всё-таки сильно чего-то хочешь, то, я думаю, ты можешь достичь абсолютно всего, потому что всех ресурсов, все ресурсы нам даны, и нужно только научиться ими пользоваться. А шансы нам даёт Вселенная, опять же, нужно ими пользоваться. Не нужно проходить мимо, мне иногда просто больно, когда людей добавляешь в гостевой чат, они просто тут же, да, развернулись, вышли, даже не посмотрев. Думаю, боже мой, ну это ж люди не нам отказали, они отказали сами себе, они отказали своим детям прежде всего, в своём будущем, да, в будущем их детей. И они будут продолжать делать то же самое, что делать – ходить на работу. А вот мне не хотелось ходить на работу. У меня была очень тяжёлая работа, я ходила туда, если честно, как на каторгу. Я никому это не говорила, потому что я сама себя успокаивала, что я не хотела, ну, если я буду постоянно себя жалеть и говорить, ой, какая у меня тяжёлая работа, как мне не хочется туда идти, я бы, наверное, съела себя изнутри. Вот. Ну, приходилось себя обманывать, что да, моя любимая работа. А на самом деле, эта любимая работа, вообще идёшь, и ты в конце смены просто с крана слазишь, да, ну, на заводе я на кране работала, с крана спускаешься, у тебя спину ты вообще разогнуть не можешь, потому что ты её не чувствуешь, ты целый день скрученный в три погибели просто сидишь, и все работы у тебя ведутся под кабины, ну, можно сказать, вниз головой всю смену. Восемь, а иногда и двенадцать часов. Вот. Колени не разгибаются, потому что ты как лягушка постоянно сидишь. Ну, и кроме этого, всего литейный цех, вы сами понимаете, что там в воздухе происходит. Вся таблица Менделеева. И я просто уже искала всякие ходы и выходы. Вот когда я нашла компанию BeFree, сложно было совмещать, если честно, потому что времени у меня вообще не хватало. И дома я никому не сказала, потому что, если бы я сказала дома, мне муж тогда сказал, ещё куда-нибудь влезешь, я тебе, ну-ну-ну, значит, да, будет большой-большой шкандаль. Вот. Ну, и поэтому я это всё сделала абсолютно втихаря. А как втихаря? Мне же надо было общаться с людьми для того, чтобы приглашать. Ну, находила всякие выходы. Я задерживалась допоздна на кухне. Я заходила в ванну, закрывалась в туалете, закрывалась, общалась с людьми. Ну, как-то надо было выкручиваться. И потом, когда у меня уже пошли первые доходы, да, только тогда я и сказала, вот. Ну, тогда уже мне дали добро. А, ну, если вернула свои, ну, всё, тогда занимайся. И когда у меня пошли первые доходы, у меня начались другие проблемы. У меня на тот момент моему единственному сыну было 22 года, и у него какие-то непонятные проблемы со здоровьем начались. Ну, парень не пьёт, не курит. Ну, что может быть у человека, когда ему начали обследование делать, обследование особо ничего не показывают, а денег на эти обследования начало уходить всё больше и больше. И в конечном итоге поставили диагноз онкология. Онкология, мы сами из Украины, из Запорожья, я ездила, его возила лечить в Киев, в институт рака. Нам назначили 8 химиотерапий. Денег это стоило сумасшедших, надо сказать. И компания Бифри уже приносила мне доходы хорошие, да, то есть вот та зарплата, которая у меня была на заводе, она была в разы меньше, чем мои доходы в Бифри. Если бы это была только заводская зарплата, ну, я бы вряд ли, наверное, у меня получилось. Естественно, как бы, ну, я бы постаралась, разбилась в лепёшку, я бы, наверное, нагребла кучу кредитов, я бы, наверное, там по соцсетям объявляла сборы, давала карты. Ну, знаете, вот у меня такое, ну, меня так учили, и я потом учила так своего сына, что самое стыдное, самое позорное, это просить и воровать, да. Ну, то есть просить для меня это было нечто. Я помню, как мне потом мои коллеги рассказывали, да, вот они уже видели, что я параллельно, они наблюдали за мной в соцсетях, и они подхихикивали, посмеивались надо мной, и потом я просто в один прекрасный день, да, вот это где-то год я отработала в компании, я пошла и написала заявление на увольнение, ну, думаю, ну как, у меня, во-первых, будет больше свободного времени, во-вторых, у меня уже доходы здесь хорошие, то есть мне вот эта зарплата и гробить там здоровье очень сильно не хотелось. И помню, что коллеги между собой тогда рассказывали, ну, они любители, да, вот кости кому-то помыть, пообсуждать, ну, мол, интересно, когда же она там объявит, деньги просить, чтобы сына лечить, ну, интересно, когда же она вернется назад, вот наиграется в бизнес-леди и вернется. Ну, вот уже, да, уже почти три года прошло, как я не работаю, они так и продолжают работать на заводе, так и получают свою зарплату. Я на сегодняшний день живу в Израиле, вот, а, я перескочила, очень, очень перескочила, отвлекли, и получается, что когда когда нам назначили восемь химиотерапий, пять химий мы сделали уже, и когда в очередной раз мы приехали с Киева домой, ну, получилось как-то так, да, муж у меня собрал вещи и ушел, ну, в общем, трудности, да, и все остальное, нехватка внимания, и вот, как бы остались мы так вдвоем, плюс еще тогда у сына еще дополнительно ковид обнаружили, ну, как бы иммунная система, сами понимаете, у тех, кто на химии, ее вообще практически нет, и он где-то поймал корону, и еще это, и, в общем, пришлось, знаете, как, ты понимаешь, что ты остался, можно сказать, один без поддержки, хотя и поддержки-то, собственно говоря, не было, и вот здесь вот самое важное, да, что такое командная работа, это еще и поддержка команды в каких-то таких ситуациях, у меня постоянно команда спрашивала, Наташа, как у тебя, Наташа, как ты, Наташа, как сын, и ты понимаешь, что люди, которых ты никогда не видел вживую, да, вот ты не трогал их руками, они стали ближе, чем, вот, на самом деле, близкие люди, и вот я хочу еще обратиться, да, к гостям, вот те, которые, да, там, вот родственники там не разрешают, или там муж, жена не разрешают, никого не слушайте, никого не слушайте, потому что в самый тяжелый для вас момент вы не знаете, что сделают эти родственники, они могут махнуть на вас рукой, вы останетесь наедине со своей бедой, и у вас не будет ни гроша в кармане, а так вот, я говорю, если бы у меня не бифи было, я бы не знаю, что я делала, ну вот серьезно, вот в такой момент, да, он развернулся, ушел, я села и сижу и думаю, ну интересно, дальше что, а потом думаю, а что дальше, ну, я вполне самодостаточный человек, а что дальше, а дальше, как и раньше, только проще и легче, никому не надо стирать носки, вот и все, вот, и потом мы благополучно, мы долечились, я купила ему машину на выздоровление, да, вот после последней химии, мы сразу, вот в апреле была она, и в мае я купила машину ему, ну, то есть это приятно, делать подарки близким людям, да, это, и ты понимаешь, что ты не в кредит пошел взял, тебе не выплачивать не надо, ты просто заработал, пошел за наличку купил, ну, здорово, вот, ну, и кроме этого, муж еще потом подал на раздел имуществ, то есть я ему еще выплатила половину за квартиру, то есть вы понимаете, да, что такое автохаус, он решает вообще все наши проблемы, вот я не знаю, если бы не бифри, вот просто я сейчас представляю, да, думаю, если бы это была просто заводская зарплата, и что бы я делала, я не представляю вообще, если честно, не представляю, и знаете, Наташа, я на секунду тебя перебью, ребята, это сейчас вот она рассказывает, когда я слышала первый раз ее на историю, я вообще обливалась слезами, это сейчас уже пройдя два года после операции сына, да, по-моему, два Наташа прошло, да, на сегодняшний день, или сколько уже прошло времени, да, вы понимаете, человек молодой, парень, молодой сын, а, единственный, заболевает раком, вы вот это услышите только, это сейчас, она уже вот на подкорке, это все пережила, это сейчас она говорит с улыбкой, потому что она одна в семье решила все проблемы, ребята, понимаете, а если бы она же, вот как коронавщиком работая на заводе, что она могла бы сделать, если бы она не устроилась в интернет сюда работать, да, если бы она не заглянула, как мы раньше все сюда заглядываем, и так же приходили и думали, как вы сейчас в гостевом чате, новичков куча таких, да, ой, да, от лохотрон до пирамида, ребята, вы понимаете, какие можно решить задачи, все тут преодолеть, это вот я говорю, я сейчас ее слушаю, ей смешно уже сейчас, потому что она все это пережила, но когда вот это было уже на наших глазах, и мы это знаем, потому что мы с ней вместе в компании уже, и вот я три года, она четыре, да, это все через слезы это было, это она вообще хваталась за голову, когда еще только команда начинала строиться, она не представляла, как это все, но вот видно, Бог услышит ей, открыл вот эти двери в бифре, где она, все, она, когда сын лежал в больнице, она поняла, что без выходного положения, надо, вы прям понимаете, сколько нужно было денег только на лекарства, на лекарства нужно было кучу денег, которые у нее вообще не было, от слова совсем, все, вот он лежит на капельнице, она в телефоне, он лежит на капельнице, она в телефоне, она понимала, что только за счет интернета, она может здесь что-то, она увидела, что здесь действительно деньги, как мы говорим, здесь денег не меряло, да, и все, и она пошла, 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 у меня пошла строиться команда, Она увидела результат, она вылечила за счет этих денег бифрить сына, она ему купила вот машину, да, муж еще, считайте, нож в спину поставил, да, потому что проблем куча, денег нету, все, он бросил и все, да, развелся, легче всего сказать, да, я уйду, потому что в этом меня не касается. Ну и вот такой же стержень у нее, да, у женщин, вот у нас, у многих, да, такой стержень, независимо в какой ты стране живешь, у них еще там на Украине сами знаете чего, да, и просто простые люди страдают в первую очередь, простые, олигархам вообще всем по парабану, кто как живет, понимаете, сюда заходят, интересуются, у кого нет денег, у кого кредиты и долги, а в то время у нее кредиты и долги еще были плюсом. А сейчас это она, да, она поменяла место жительства, она уехала в Израиль жить, потому что она может себе это позволить, да, она купила там сыну, она купила, кстати, две машины, по-моему, это Наташа купила, да? Да, и вторую, конечно, да. Купила, вот, две машины она купила, она даже забывает про это, да, понимаете, она отдала за квартиру, полквартиры, муж у нее попросил денег, она отдала эти деньги, вы понимаете, а где она-то все взяла? Где ты, Наташа, это все взяла? Если бы ты здесь не работала, где вообще бы сейчас ты была, и я не знаю, как бы это все существовало вообще бы без этого? Да, Валентина, я же озвучила, если бы не бифри, я бы, наверное, до сих пор была, там были бы кредиты у меня миллионные, наверное, которые бы я до сих пор выплачивала корячесть на заводе, там по две смены, наверное. Может быть, еще бы одну работу нашла, чтобы как-то выкручиваться, потому что еще же все-таки на что-то надо жить, еще же мы кушаем вообще-то, коммуналку платим, да, там и прочее, одеваемся. Поэтому, ребят, не ждите, когда вот так жизнь тюкнет по темечку. Финансовая подушка безопасности, она должна быть всегда. У вас должно всегда дома что-то лежать. Понимаете, мы там, допустим, говорим там о каких-то, ну там мечты, мечты, это все хорошо. Я понимаю, что люди приходят сюда многие, у которых действительно и покушать нечего. Но здесь никто не пришел сюда от сладкой жизни. Вот Наташина история, да, вот как она рассказывает, действительно, простите, трое детей и чем-то накрывает. А ты не объяснишь маленькому ребенку, что извини, нет у мамы покушать. Естественно, нужно где-то достать, да. Вот так вот люди, многие у нас просто на уровне выживания. Компания BeFree, пожалуйста. Ребята, ну вот, знаете, как говорит Валентина, вам терять уже нечего, если у вас там маленькая зарплата или маленькая пенсия. Нужно только начинать и пробовать и делать. Если вам это действительно надо, если вы действительно хотите изменить свою жизнь, знаю, еще минуточку можно, да, я у вас много времени сегодня займу. Вот, мне, ну мы же работаем в соцсетях, и мне один человек написал комментарий, я что-то говорила в видео о том, что мы здесь меняем свою жизнь, да, вот приходите, если хотите, вы тоже приходите. А он мне написал, нет, вы никогда не измените свою жизнь. Думаю, слава богу, мне никто еще такого хорошего не желал. Я сейчас и не хочу, по-моему, ее уже к лучшему, конечно, нет предела совершенству, но я уже все, что хотела, я изменила ее на 180 градусов. Обратно я ее менять точно не хочу. Спасибо вам всем большое, спасибо за приглашение. Спасибо, Наташа, тебе за историю, да, только, кажется, вот рассказываем, сейчас уже улыбаемся, потому что нам смешно. Также хочу сказать, да, вот Наташа сейчас, Павла Брашникова, я хочу ей еще задать вопрос. Ребята, вот смотрите, действительно, у Наташи трое детей. Муж, они вообще не работают нигде, от слова совсем, только be free. Вот если, Наташа, ты тут, я хочу тебе сказать, ты вот сейчас уже можешь купить, детям все купить, себе купить золото, дом купила, но ты озвучь, за какой срок ты это все сделала, понимаешь? Ребята, вот которые заходят и кричат так же, опять подчеркиваю, да это не может быть такого, чтобы в интернете столько зарабатывали. Если вот действительно она подняла самого днища, можно сказать, оттолкнулась, где уже терять-то нечего, ты и так уже сидишь в дерьме, ты уже сидишь вот по уши просто в дерьме, чтобы только не захлебнуться, потому что ни пожирать, ни купить, ничего ты не можешь. А благодаря вот be free, что ты заглянула в эту дверь, тоже для тебя открылась компания, да, мы все заходим, когда мы все не верим, но вот иногда задаешь себе вопрос, а что бы было, если бы тебя тут не было? Да, Валентина, на самом деле философские вопросы, и окунаться назад очень даже страшно, потому что было просто, ну, на мой взгляд, это была самая страшная в моей жизни, в том плане, что реально были просто ситуации, когда хотелось, ну, не жить. И, конечно же, слава богу, что я не прошла мимо этой компании, заглянула в этот гостевой чат и увидела вот это все движение, что люди здесь зарабатывают. И, конечно же, я не стала слушать людей, которые меня начали отговаривать, особенно знакомые, которые мне вообще денег не давали, но они говорили, зачем ты куда-то собираешься лезть, у тебя и так денег нет. Но если у меня их нет, мне терять-то нечего, да, согласитесь? И здесь вход-то совершенно небольшой на самом деле. Конечно, сейчас я смотрю, это для меня копейки. На тот момент для меня это были очень большие деньги, потому что мне приходилось копить, я вам скажу, я копила 6 месяцев. Особенно меня удивляют люди, которые приходят в гостевой чат, начинают говорить, дайте мне деньги, я зайду. Ребят, это бизнес, который открывается лично вы сами. Вот я реально накопила за 6 месяцев на вход, и я зашла, и, конечно же, я за очень быстрое время, я за год, получается, закрыла все свои кредиты. То есть пристепенная задача моя, это было закрыть кредиты, кредитные карты, потому что у меня была карта, представляете, 10 лет, я не могла ее закрыть. Просто не могла, у меня не было возможности. Мне приходилось брать кредиты, чтобы платить проценты по кредитной карте, потому что там бешеные проценты. И получается, у меня сменилось 3 банка, но кредиты я так и не могла закрыть. И только когда я стала работать в компании BeFree, я закрыла эту кредитную карту. За несколько месяцев, кстати, я это сделала, очень быстро. Затем я закрыла все кредиты, расплатилась со всеми долгами. Это, знаете, так приятно, когда ты понимаешь, что ты никому ничего не должен. Что, наконец-то, твоя жизнь, вот она в твоих руках. Ты сам можешь с ней делать все, что хочешь. Никто тебя тыкать в тебя не будет, звонить тебе никто не будет. Потому что у меня был даже страх, что ко мне сейчас корректоры приедут. Ко мне, кстати, приезжали корректоры. Я знаю, что это такое, это вообще такой психологический стресс, когда ты с ними встречаешься. Но я все это пережила. И когда я стала работать в компании BeFree, получается, я за год купила дом. Еще через два месяца я купила себе машину. Потом мы через, по-моему, шесть месяцев, мы уже полностью, мы решили поменять полностью крышу. То есть мы снесли у дома всю старую крышу. И сделали совершенно новую крышу. Такую, какую мы хотели, с металлочерепицы, чтобы было все красиво. Дайте, как в сказке. Вот у меня была в глазах вот эта сказка. Красивый дом с крышей красивой. И мы полностью сделали вот эту крышу из металлочерепицы. То есть у нас дом, чтобы вы понимали, 119 квадратных метров. То есть это, ну, сами посчитайте, да, то есть 200 квадратов, больше 200 квадратов, это только крышу замена. Вот. Ну и я стала себе делать подарки. У меня никогда не было украшений дорогих. Я всегда очень хотела, чтобы они у меня были. Я просто в любой момент могу приехать. То есть я приезжаю в магазин и покупаю то, что мне глазу нравится. Любые кольца с бриллиантами, любые сережки с бриллиантами. Детям я тоже купила украшения. Естественно, золото для того, чтобы они красиво ходили, да, не же девочки. Вот. Поэтому сейчас я могу позволить себе все. А я хочу тебя еще спросить, через сколько времени, Роман, твой муж рассчитался с работы и теперь вместе с тобой вот тоже зарабатывал в компании Викли? Через сколько времени он уже мог позволить тебе уйти с работы? Получается, когда я зашла через, ну, я стала зарабатывать, и через два месяца он уже посмотрел, что я зарабатываю больше, чем он нами работает. Хотя он до этого был против, чтобы я заходила в компанию. И вообще категорически я заходила втайне от него, потому что понимал, что сейчас будет ругань. И я только когда вернула свои, рассказала о том, что я здесь уже зарабатываю. И он через два месяца рассчитался с работой своей. Он работал на двух работах. Он сначала ушел с одной работы, потом через несколько месяцев, через два, по-моему, месяца он ушел со второй работы. И мы вместе активно стали работать в компании BeFree. И он тоже, получается, за год вышел на доход 8-100. То есть у нас семейный бизнес. Вот так, ребята. Через два месяца он посмотрел, сколько зарабатывает жена. Ну, было просто не, ну, как бы я сказать, нет смысла ходить на работу. Вот что я хочу сказать. Благодаря компании и интернету. Так, сейчас хочу услышать. Спасибо, Наташа, за историю. Благодарю тебя, что уделила нам время. Знаете, Валентина, хочу прям секундочку займу. Хочу добавить, что, ребята, эта компания нас не только, как бы, да, дала доходы зарабатывать, но она нас объединила. Потому что, когда вот у нас были такие ситуации безденежья, мы постоянно ругались. У нас там темы доходили до развода. Вот. Но именно благодаря компании BeFree мы вместе, наша семья, она очень крепкая и еще крепче стала. Поэтому здесь мы даже еще лучше живем с компанией BeFree. Это почему вы живете? Потому что у нас финансы не тяготят. То есть у нас уже нет этих ругачек из-за денег. Потому что были ругачки, что не хватает денег на еду, естественно, кормить, когда детей нечем. Ты, естественно, ругаешься на эту тему. Когда он работал на двух работах, и мы платили, у нас хватало денег только на гашение кредитов, а на себя вообще денег не хватало. И, конечно же, были очень большие ссоры на эту тему. А сейчас мы в достатке кайфуем, покупаем. Он покупает, что хочет, и я покупаю, что хочу. Да, потому что, получается, ребята, смотрите, Роман работал на двух работах. Представляете, мужик херачит с утра до вечера, а он приходит, а домой не пожрать, нету ничего. Потому что денег-то нету. А там еще детей куча, трое детей. И ей не выйти на работу, понимаете? Естественно, в любой семье, если нет денег, это все кранцы. Это так и есть. Простые люди так и живут. Но если когда у вас появляются деньги, вы можете отдыхать где хотите, когда хотите, с кем хотите, понимаете? И ни в чем себе не ограничивать. Это действительно так и есть. И еще хочу сейчас услышать историю Ксении Быковой, которая пришла ко мне, ребята. И когда я ее сюда пригласила, это вообще было просто трэш. Я ей говорю, Ксения, заходи. Мы с ней живем в одном городе, я ее знаю. Я говорю, Ксения, заходи. Она нет. Ни в какую не пойду. Да ты что, Валентина? Да ты кому веришь? Да там интернет. Тут все неправда. Лохотрон, пирамида. Ну, вы знаете, это каждый человек. У нас так заходит практически каждый через одного. Нет, я не верю. Я ее приглашаю в гостевой чат, где она тут же пулей выскакивает, не разобравшись. Вот, и опять я, и неделя проходит, я и опять так на темечко капаю чайной ложечкой, да, на мозг. И опять говорю, Ксюша, зайди, пожалуйста, посмотри. Я вернула свои на четвертый день. Говорю, ты вот мои чеки, пожалуйста, посмотри, зайди, разберись хотя бы. Я ее завожу второй раз. Она нет, потому что ей некогда это смотреть. Она работает, у нее проблемы-то другие. У нее пожрать нечего. Она с ребенком живет, она работает там по 12, по 8 часов, ей некогда в это вникать. И когда уже я действительно уже на нее носила, я сказала, хорошо, тебе не понравится, уйдешь. Но зайди, разберись и посмотри. И вот хочу просто сейчас, чтобы она рассказала свою историю, как просто у нее, я считаю, у нее не то, что на 180 градусов изменилась жизнь, у нее на 360 градусов повернулась жизнь в лучшую сторону благодаря BeFree. Ксения, ты тут? Я сейчас вас слушаю, Валентина, у меня прям вот смех такой, сижу, реально смелись, потому что, ребят, да, всем привет, это было правда так. И почему я отнекивалась? Времени не было катастрофически, я в школе работала, в две смены, то есть в 6 мы вставали. На тот момент я с мужем развелась, осталась одна с ребенком, на руку, как бы, да, садичного возраста он у меня. И в 6 встаем, бежим к 7 быстрее в садик, он у меня первый приходил, я потом бегу на работу, в 8 начинается первый урок, в 6.30 вечера заканчивается последний, опять я бегом до садика, забираю ребенка у калитки последнего, идем домой. Ну, и, соответственно, да, пока там помылись, что-то перекусили, покушали, спать уложила, все, я сама-то без сил уже. Вот, и плюсом я на тот момент была в продуктовке. Ну, не буду названия говорить, не суть, это важно, в продуктовке они, в принципе, все одинаковы. Вот, то есть я еще старалась чуть ли там не ночью сидеть, причем очень много времени я там занимала, да, чтобы, ну, вот, хотя бы что-то у меня получилось, и жизнь изменилась, но она не менялась, то есть я вот все, как это, билась, да, лбом об эту стену, билась, билась, а денег-то я не видела, то есть, да, мне там надежды внушали, ты будешь делать, ты там выйдешь на хорошие доходы, я больше года там проработала, ну, бывало иногда чуть-чуть плюсиком, да, к зарплате, но сколько это было времени убито, это ужас. И когда Валентина мне сказала, Ксюша, есть компании, где платят, я просто обессиленная уже, я думала, что, ну, на самом деле в интернете ничего не бывает. Вот, и я из-за этого отнекивалась, потому что я знала, как говорится, эту кухню изнутри, я думала, что везде так. И я не была готова столько работать, опять, да, только в новом направлении, но спасибо Валентине, вот честно спасибо, потому что моя жизнь, она так перевернулась с ног на голову, жила я на тот момент в студии, 18 квадратных метров, платила я за нее ипотеку, когда я уходила в декрет, мне платили декретные в школе 7 тысяч рублей, а ипотека была 12, плюс там какие-то кредиты, не кредиты, да, то есть, ну, все равно, жить-то нужно на что-то, где-то брала, да, на какие-то моменты, а потом вышла на работу, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, часов больше брала, там, и так далее, да, и зарплата-то чуть-чуть, как бы, да, увеличилась, ну, это, ну, 300, где-то там еще больше выйдешь за кого-то еще, да, кто болеет, там, из учителей подработаешь, потому что у нас было трое, ну, 350 долларов в месяц, да, а работы-то сколько я делала, вот, то есть сил не было, здоровья не было уже никакого, кстати, у меня был такой момент, почему я еще, да, ну, ладно, потом немножко расскажу, то есть здоровья в каком плане не было, понятно, что мы все устаем физически, то, что на ногах физкультура целыми днями, у меня плюсом садился голос, меня отправляли к фаниатору, мне сказали, это профессионально, ты уже 9 лет в школе, и ты можешь вообще остаться без голоса, я тут, конечно, обалдела, ну, ходила, говорила шепотом на уроках уже, там, больше жестами, ну, как бы, да, делай ты что-то нужно, и вот я здесь пошла, посмотрела все-таки эту информацию с третьего раза, я увидела в гостевом чате ребят пенсионеров, я молодая девчонка, мне 31 год на тот момент был, я вижу людей, которым по 60, по 70 с лишним лет, они зарабатывают такие деньги офигенные, по 8, 100, по 7, 200, я стала наблюдать, я стала заходить вот на созвоны, раньше там, ну, в другом формате немножко они были, но тем не менее, да, то есть я слышала этих людей, я их видела, видела их доходы, видела то, что они деньги выводят на карты, я сравнила маркетинги, то есть продуктовки и бифри, бесконечно вкладывать не надо, в два шага возврат, всего два человека, а у меня там в продуктовке сколько этих людей, бесконечный конвейер, мне нужно было новых, 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 да, то есть с двух я ничего не возвращала, и тут 100% доход, ну, а там, ну, 25 максимум, и то не со всего, да, товара, и я за две недели поняла, что я хочу быть здесь, поняла, да, что я прям, вот у меня такая цель была, ну, кто-то приходит там покушать, да, что-то купить повкуснее, там, да, может быть, какие-то маленькие цели, у меня была цель квартира, то есть я осознавала, что я студию-то эту, да, как бы, ну, плачу уже 6 лет за нее, вот, когда-нибудь я закрою эту ипотеку, была она вообще на 12 у меня лет, потом мне придется брать новую на 30 лет, я не готова была просто, ребят, морально, потому что, ну, пол зарплаты, пол зарплаты я отдавала туда, и я увидела программу автохаус, я пообщалась с Валентиной, с Наташей, мы с ними даже созванивались, и я поняла, что мне нужно вот прям в автохаус идти, ну, я деньги-то ведь эти верну, всего-то два человека, я же их там не отдам никому, я их верну, и просто сидела, села, посчитала, да, в найме, если я получаю 30 тысяч рублей в месяц, ну, умножьте на 12 месяцев, да, 360 в год, ребят, 360 тысяч в год всего лишь, а за 10 лет 3 миллиона 600, это мне надо, 10 лет ни пить, ни есть, да, вообще ничего не делать, никуда не тратить, я накоплю 3 600, а квартиры-то растут, вот, и, ну, это было просто нереально, поэтому я для себя приняла решение, что я получаю свою зарплату, я прямо с зарплаты захожу сюда, то есть, да, там у меня были дома картошка, крупы какие-то, я, как бы, там денежка какая-то, да, маленькая, ну, там, на элементарно хлеб-молоко, чтобы ребенка, да, продуктами вот этими обеспечивать, плюс, а мы его кормили весь день в садике, поэтому, ну, вроде как бы, да, выходные, ну, и вечером что-то перекусить, вот, поэтому, думаю, справлюсь и включусь в работу, вот, и зашла я сразу в автохаус, потом уже зайдя, да, я увидела команду, познакомилась, все так круто здесь, ну, реально вообще очень круто, когда в рабочий чат я попала, я поняла, здесь все правда, здесь точно на 100%, даже я еще ничего не вернула, но я уже увидела по ребятам, мы общались, и чуть попозже там я уже открыла себе еще и программу Every Day, да, потому что деньги, денег лишних не бывает, но ближе к сути, да, то есть, как получилось, что я за полгода, да, вот здесь уже, я поняла, что все, доходы выросли, надо уходить с найма, то есть я уволилась, через 6,5 месяцев это 100 миллионник уже, вот, и квартира, через год, ребят, через год уже была квартира, ну, получается, да, я ту ипотеку перекрыла, студию продала, и плюс там, да, денежка с BeFree, я купила квартиру 88 квадратных метров, мы здесь сделали на данный момент дизайнерский ремонт уже, мы здесь живем с сентября месяца, вот, и... Ты озвучил сначала, Ксения, сколько стоит у тебя квартира, и сколько у тебя дизайнерский ремонт, это уже было через год, ребята, в компании BeFree. Ну, я прям точно копеечку вам не скажу, да, но когда мы квартиру покупали, мы покупали, получается, ну, как ее, да, вот, достраивали уже, голые стены, ну, дом хороший, элитный дом, у нас всего лишь 20 квартир с забором, с камерами, у меня на телефоне камера, то есть ребенок гуляет, я вижу, что он там делает, вот, за 5400 мы на тот момент брали, через год она уже 6400 была, сейчас я молчу, ну, и ремонт примерно около 5 миллионов у нас обошелся, все-все-все новое здесь, то есть полностью все новое, ну, вот, с дизайнерами все это разрабатывалось, и в течение года этот ремонт тоже делался. У меня вопрос, где ты взяла такие деньги? Если вы взяли, что не было? Не говорите-ка, да, вот, где такие деньги, все в компании BeFree, ребят, реально, все здесь, и, знаете, еще скажу, что помимо того, что у меня начала налаживаться, да, вот, в рабочем плане жизнь, то есть, да, все, я уже была с деньгами, у меня начала налаживаться и личная жизнь, ребят, то есть, когда я уже была в BeFree, я познакомилась вот уже, да, с своим будущим супругом, и, ну, он ничего не запрещал, понятно, что, да, мы только познакомились, он там своими делами занимается, я своими, и он такой, о, да, ничего себе, ну, занимайся, говорит, ради бога, то есть, что хочешь, то и делай, если тебе нравится, как бы, да, вот, и он через год тоже уходит, ну, как бы, год, когда я была здесь уже, да, вот уже квартира куплена, он говорит, а что я-то в найм хожу? Он работал на дороге, то есть, да, вот асфальт вложат, как правильно, там, в дорожном управлении, вот, и я его, ну, видела как, сменами, то есть, да, он вахтами был, то там, домой приедет, там, поспать, поздно приехал, рано с утра в 4 он вставал, там, в душ и уже уехал, то есть, я просыпаюсь, его уже нету, вот так вот мы жили, и через год он сказал, так, на хрена я сюда хожу, я тоже хочу сюда, то есть, до него дошло это только, да, вот, с течением такого времени, ну, и он в итоге уволился, вот, на данный момент, да, у нас машина куплена, опять же, за счет компании BeFree, ну, здесь заработанных денег, и мы сейчас строим дом, кто в гостевом чате, ну, месяц хотя бы находится, да, вот я ездили, мы тогда, я показывала, какое у нас бизнес-то идет, то есть, ребят, это все реально, это все возможно, я вот сижу сейчас, я просто представляю, если бы я сюда не пришла, если бы я сказала, Валентина, отстаньте, все, ничего не хочу, я бы сейчас сидела в школе, ребят, за 300 долларов в месяц, у нас, а, еще один момент, да, тоже, благодаря компании BeFree, то есть, у нас сейчас родилась малышка, да, у меня вот сын, и вот у нас совместный ребенок, дочка родилась, ей 5 с половиной месяцев, то есть, если бы я работала в школе, и даже если бы, да, я там с кем-то потом бы выжила, встречалась, я бы не стала рожать второго ребенка, ребят, честно скажу, потому что, ну, надо детей воспитывать, надо детей одевать, очень сейчас все дорого, все кружки, секции, все платные, вот, и здесь тоже благодаря компании BeFree, то есть, вот, родилась наша семья, родился ребенок, и вот так вот жизнь поменялась кардинально, ребят, ну, это круто, это правда круто, поэтому не сидите, не ждите, залетайте, находите возможности, если у вас, да, вот денежку, правильно девчонки до этого говорили, ну, не купите вы сегодня, там, не знаю, конфет каких-то, там, да, детям, там, еще что-то такое, вот, я даже кредит не стала платить, я не стала ипотеку платить, коммуналку не стала в этот месяц платить, за садик ребенку, просто, да, мне приходят, там, оплатите, я говорю, я чуть попозже, и я сюда эти деньги вложила, а я их вернула, я их отдала за свои долги, которые вот в тот месяц у меня остались, то есть, я вот таким образом поступила, а иначе, ну, мне иначе было бы не зайти, просто не зайти, поэтому вот посмотрите каждый, где можно, да, какую-то вот возможность, какую-то для себя взять, чтобы эту денежку сейчас зайти, вложить сюда, она же быстро возвращается, вернули, ну, я вернула в течение месяца, месяца два дня у меня ушло на возврат, то есть, да, у всех по-разному, вот, Валентина за четыре дня вернула, вот, а дальше это только доход, дальше это только плюс, в минус там мы не уходим, поэтому ищите возможности, ребят, кому хочется поменять жизнь, прям, залетайте, она поменяется, в этом я уверена точно, ну, наверное, все, передам слово. Да, спасибо, Ксения, да, я тоже подчеркну, что вот у нее так поменялась жизнь, так и можешь тут же, буквально, да, Ксения, через сколько времени он озвучивал? Через год, вот я здесь год уже работала, потом он пришел, то есть, он с нами полностью рассчитался и пришел тоже сюда, он тоже в столе-миллионнике уже на данный момент, ну, одним местом пока, у меня там уже, да, много мест, ну, видите, сами по движению, вот, а он пока на данный момент, да, вот сейчас скоро, совсем скоро ждите, будет, я уверена, что движение не в этот месяц, а в следующий, ну, наверное, в этот постараемся, да, что у него уже второе место уйдет туда. Вот смотрите, ребята, просто вот действительно, как в сказке, да, вроде кажется, это не может быть, но как в сказке, да, мне надо ждать 30 лет и 3 года, как вы ходите в дайм, и все равно результата-то нету, все равно все живут от зарплаты до зарплаты, понимаете, а здесь вы возвращаете со второго человека с предложением, и идет доход. Здравствуйте, Оксана, действительно, как в сказке, вот прям как в сказке. Да, Оксана, да, как в сказке, так и есть, вы понимаете, мы рассказываем вам свои реальные истории, которые мы уже знаем, которые мы уже прошли, и, понимаете, а всего-то самое большое, мы здесь в компании 3 года, ребята. А жизнь-то меняется уже, у кого через 6 месяцев, у кого там через 8 месяцев, у кого через год. Меняться-то просто, вот понимаете, на 200%, там, я вообще не знаю, и кажется, каждый день, да, вот кто попадает сюда, действительно, идут такие результаты, и кажется, господи, все, вот у кого сейчас, вот не спроси, хоть Ксению, хоть меня, хоть кого там, Наташу, кого мы сейчас спрашивали, все только жалеют о том, что компания уже 6 год, а мы здесь 3 года, к примеру, да, или кто-то зайдет, только что сейчас, ребята, без разницы, когда вы зайдете, у вас то же самое поменяться уже через 6 месяцев, понимаете, так что заходите, вы просто не пожалеете. У нас есть человек, который работал даже в органах, если вы боитесь, которые у нас заходят и говорят, ой, да это опять, это не все неправда, я этому не верю. Ребята, у нас люди все работают, и предприниматели, и врачи, и прокуроры есть, и юристы, у нас, вот сейчас я дам Свете Суровягиной слово, она работала на трех работах, и в МВД работала, и еще предпринимателем работала, везде успевала, но сейчас она ушла со всех, с трех работ, она просто наслаждается жизнью дома благодаря компании BeFree. А как она к этому пришла, она сейчас поделится с вами тоже своей реальной историей. Да, Валентин, спасибо большое за слово. Хочу представиться, ребят, зовут меня Светлана Суровягина, мне 50 лет, живу я в Саратовской области, в маленьком курортном городочке. Да, ребят, я 30 лет работала в системе МВД, но работала вольно-наемной, то есть я всегда себе говорила, но зато стабильная зарплата, стабильная, низкая зарплата, да, то есть человек без погон, я получала в два раза меньше, чем мои коллеги, но тем не менее, мне это всегда позволяло заниматься, допустим, захотели мы бизнес открыть, на себя я оформить не могла, поэтому муж открывал у меня свой бизнес. И, ребят, я человек-скептик, вот в отличие от девочек, которые выше рассказывали, я вообще никогда не воспринимала интернет как площадку для зарабатывания денег. Ну, совдеповское воспитание, наверное, вы сами понимаете, то есть нас учили как? Трудом, только трудом, какой интернет, какие там могут быть деньги. Ну, так получилось, ребят, последние 10 лет, да, мы с мужем открыли бизнес, открыли его в Подмосковье, в Подольске, и он у нас схлопнулся. И на нас повис огромный-огромный долг, 4 миллиона рублей. Кредит. Это был оформлен кредит, то есть мы хотели на расширение пойти, но нам так помогли его закрыть благополучненько. И мы с ним остались у разбитого корыта. Здесь начались мои три работы, то есть было две. Тут я еще одну работу оформила. Насколько вы понимаете, так как работая в МВД официально, я никуда устроиться дополнительно не могла. И, конечно, это были физические работы. То есть я работала в ночь в пекарне, а днем по 13 часов я работала в магазине. Небольшой магазин у нас здесь был рядом. То есть по факту получалось, что я одну ночь в неделю ночевала дома. Муж тоже у меня устроился на две работы, потому что такие кредиты надо платить. Тут сын подрос, свою семью создал, единственный наш сын. Да, мы ему, конечно, отдали родительский домик старенький, и его тоже надо было восстанавливать. И мой ребенок в своей жизни, семейную, начал именно с ипотеки. То есть меня это все, ребят, очень гнобило. Мои три работы довели меня до очень серьезной болячки. У меня было несколько операций. И я, ребят, год валялась по больницам. И вот в этот год я как раз пошла в интернет. Потому что я понимала, что у меня нет возможности выходить на дополнительные работы. Физические работы я просто больше не смогу. И вот год я ходила по интернету, ребят. Опыта нет. Поэтому я начинала знакомиться с разными возможностями, которые предлагали. Но мне это все не подходило. То есть продуктовками я никаким образом не хотела заниматься. Продажник из меня никакой. Инвестиции. Я всегда четко понимала, чтобы залезть в инвестиции, там надо ну хотя бы что-то понимать. И когда мне говорили, что только вложи свои деньги и на тебя повалятся миллионы, я тетика взрослая. И я понимала, что за меня никто работать не будет, чтобы на меня повалились большие деньги. Поэтому тоже туда не совалась. Да и не было у меня таких сумм, с которых я могла бы начать. И в течение года, ребят, я, может быть, и благодарна этому году, потому что я четко поняла, что, во-первых, в интернете ничего нет без вложений. Как бы красиво это ни было прикрыто, да, всегда нужны вложения. Везде абсолютно. И без приглашений фактически в интернете ничего нет. То есть вот это в моей голове отложилось. И когда я на просторах интернета встретила своего спонсора, Ксению Быкову, она мне предоставила информацию. Ребят, все. Я влюбилась, честно говоря, в эту компанию. Сначала не сразу все поняла. Могу сказать вам четко, чтобы вам было понятно. Для меня сделать скриншот, отправить ссылку, скопировать ссылку, даже это была проблема. То есть меня вот этому всему обучал мой спонсор. Когда я увидела, что мне здесь ничего не надо продавать, ничего не надо покупать, ребят, что возврат идет сразу со второго шага, то есть со второго человека, независимо от того, кто его пригласил. Ты, либо команда сработала. Для меня это было все. Бесплатное обучение тоже было огромное, потому что куда бы я раньше не заходила, где мне говорили, что бесплатно у нас, то есть без вложений. Ты заходишь, человек без опыта, не в зуб ногой, и когда ты просишь о помощи, тебе выставляют сумму, сколько будет стоить эта помощь. Обучение везде идет платное. То есть здесь бесплатное обучение, плюс командная работа. Все, ребят, и я долго не думала. 11 июня 2021 года мы связались с Ксенией, пообщались, а 13 июня 2021 года я стала партнером. Могу вам сказать, что точно так же, как и многие, я скрывала от своей семьи, что я это делаю, потому что на нас и так висели огромные кредиты. А тут я еще не оплачивая свой кредит, то есть сумма, которая была отложена на оплату кредита, я просто вношу и захожу в программу сначала Every Day. Потом я, ребят, очень быстро разобралась и сразу себе открыла автохаус. Потому что в планах у меня было уйти с найма. Меня найм просто, ребят, работа в МВД, меня, честно говоря, ну пока молодая, как-то не напрягала, а когда стала постарше, вот это молчи громче, не имеешь своего мнения, ты не имеешь права высказаться, да. Ну просто выполняй свою работу и помалкивай. Поэтому у меня это гребтило и у меня в планах было. То есть спустя 4 месяца, ребят, я ушла с дополнительных работ. Могу вам сказать, что после больницы я все-таки вышла на дополнительные работы, потому что нам надо было чем-то платить кредиты и на что-то жить. И вот благодаря компании спустя 4 месяца я ушла с дополнительных работ. А спустя полгода я пришла и своему начальнику написала рапорт и уволилась с МВД. Шок был в городе, конечно, здесь все шептались у меня за спиной, пальцем крутили мне у виска, да, тебе у виска крутили. И когда, ребят, я сюда пришла, я почему-то думала, что за мной люди пойдут, мои коллеги пойдут, потому что в большинстве своем все сидели в долгах и кредитах. Ну ничего подобного. Ни один из этих людей за мной не пошли. Ну, наверное, потому что я для них, может быть, была хорошей коллегой, соседкой, подругой. Но никак я для них не была предпринимателем, интернет-предпринимателем. Так вот здесь меня всему научили, правильно помогли настроить соцсети. И, ребят, моя теперь уже большая достаточно команда, она построена вся из соцсетей. То есть все люди ко мне пришли из соцсетей. То есть когда мне пишет человек, где я буду брать людей, меня это всегда удивляет. То есть, ребят, когда я сама пошла в интернет, я была поражена, какое количество людей ищут такую возможность. Да, люди боятся. Да, много обмана в интернете. Но все-таки, я теперь со стопроцентной уверенностью могу вам сказать, есть в интернете достойные компании. Пусть их немного. И вот BeFree – это вообще уникальный проект, ребят, который рассчитан на обычного простого человека. То есть сюда можно прийти, вот я вам живой пример, совершенно человек без опыта смог здесь сделать все. То есть, ребят, вот мои итоги. Да, у меня такой скорости не было, я продвигалась чуть помедленнее, но здесь, в принципе, никому никаких ограничений не ставится. Мы двигаемся все, кому, как говорится, удобно, как выгодно, у кого как получается. У меня чуть помедленнее, чем у девочек, которые выступали раньше, да, все это произошло. Но тем не менее, я все-таки закрыла свой кредит в 4 миллиона, помогла сыну закрыть ипотеку. То есть вся моя семья теперь здесь, включая моего мужа, моего сына, мою сноху. То есть мы все здесь. И для меня, ребят, еще было очень важно, да, то есть болячку, которую я себе приобрела, работая на 10 работах, требует очень дорогих лекарств, да, чтобы поддерживать. Вот благодаря компании BeFree я могу себе это позволить. Я могу себе это позволить. И сколько там мне отведено, никто не знает, но тем не менее, я могу этот бизнес оставить по наследству. То есть у меня есть две маленькие внучки, как рос мой сын, я не видела, могу сказать вам честно, но я теперь все свое время провожу с этими двумя маленькими девочками. И я могу им оставить этот бизнес по наследству. То есть мои девчонки подрастут, когда они уже придут в этот бизнес, уже работающие. То есть им не надо будет начинать с ноля. Вот для меня это было очень важно. На данный момент у меня открыты все столы, начиная с 15 по 8-100. Я очень благодарна своей команде, людям, которые мне поверили, которые посчитали нужным разобраться с информацией, прийти сюда и точно так же вместе со мной менять свою жизнь, ребят. Мы с мужем очень часто вечерами, мы чаевники, когда мы сидим, пьем чай, до сих пор поражаемся. Я говорю, Сашка, ты представляешь, вот нам с тобой, мне 51 год, тебе 55. Мы первый раз, собственно говоря, за все это время живем. У нас нет ни одной кредитной карты, у нас нет ни одного кредита. То есть, ребят, это, ну, да, многие говорят, что это сказка. Я сама, ребят, не верила. Вот чтобы вы понимали, когда я сюда приходила, моя мечта была, ну, если я буду тысяч 20-30 здесь зарабатывать, это будет замечательно. Сейчас мне смешно от таких моих мечт, потому что эти суммы смешные. Мы их сейчас уже называем на мороженку, такие суммы. Да, ребят, здесь дается возможность абсолютно каждому. И мы вам живые свидетели. Поэтому не сомневайтесь ни в коем случае. Здесь классно, здесь здорово. Я вам могу сказать, что мне неинтересно сейчас общаться с... Я полностью поменял свой круг общения. Полностью. То есть мне неинтересно общаться с нытиками, вот этими людьми, которые все-таки не пошли за мной, но продолжают ныть. Света, дай денег в долг. Я вот, ты представляешь, вот у меня такая ситуация. Идем, я тебя зову. Я тебе дам сейчас такую возможность. Понимаешь, ни один бизнес, ребят, вот как человек, который открывал бизнес, я вам могу сказать, вот эти 150 долларов, когда мне кричат, что это огромные деньги, вы смеетесь? Вы смеетесь? На земле вы за 150 долларов что можете открыть? У меня в соседней квартире работает девочка, которая делает маникюр. Она ежемесячно вкладывает по 150 долларов, чтобы ее бизнес процветал. Ну так там уже и спины нет, и руки больные. Понимаете? А здесь с телефоном, во-первых, мы не привязаны к одному месту. Ребят, я не привязана. Я взяла телефон, мы едем куда хотим. Я столько лет прожила в городе Хвалынске, здесь такие красивейшие места. Мне некогда было. Мне некогда было съездить на озера, на Волгу элементарно, не знаю, там на несколько дней взять палатки, отдохнуть. У нас столько здесь домов отдыха. Нам некогда было это делать. Сейчас мы это делаем. Захотелось нам, мы завели машину, поехали. У мужа теперь машина своя, у меня своя машина. То есть, понимаете, ребят, здесь жизнь меняется, я не знаю, на сколько процентов. И это я вам... Я говорю, как человек немолодой достаточно уже. Спасибо, Света, за историю. А когда начинала рассказывать Ксения Быкова, что она пришла на пенсионеров, ребята, я сейчас просто вам дам слово Зинаиде Тузовской, которая... Не она зашла, а зашла ее мама, пенсионерка, которая до нее быстрее, до пенсионеров, оказывается, дошло, что здесь действительно деньги, чем до наших молодых партнеров на данный момент. Вот сейчас уже кажется смешно, но вот Зина сейчас поделится своей историей и расскажет, как она сюда пришла и свою историю в двух словах. Давай, Зин, ты тут? Да, я тут, Валентина Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие гости, партнеры. Слушаю с улыбкой вас вот такие голоса родные. Вот в который раз слушаю и убеждаюсь, ребят, вот людей очень меняет окружение. То есть окружение, люди, которые его окружают, очень действуют на человека. Кто вас окружает, это практически ваш внутренний мир. Ну, это так, к слову. Да, представьте себе, вперед в компанию BeFree пришла моя мама. Мама пенсионерка у меня. Она вот, как многие, я думаю, пенсионеры, проработала полжизни на железной дороге, причем на очень тяжелом физическом труде, прямо на физическом. Она была монтером пути у меня. Да, вот раньше женщины вот так работали кувалдой, ремонтировали рельсы, шпалы и тому подобное. И заработал человек себе пенсию в 15 тысяч рублей, ребят. Ну, это позорище для государства. И мама искала себе тоже параллельно со мною. Я там в своем уголке, она в своем, ну, в разных квартирах, в разных домах, можно так сказать, тоже искала доход дополнительный. Вот я, допустим, к тому времени уже давно махнула рукой, решила, что я больше никуда не пойду, потому что меня обманывали много раз. Тут эти долги, кредиты гнетут, давят. Некогда, все. Я никуда не полезу, кругом аферисты. Значит, нужно думать, что предпринять, как на земле, как заработать вот эти самые деньги. Хотя, честно, положа руку на сердце, даже не представляла, где и как. Потому что я сама работаю на железной дороге. Ну, сейчас на тяжелый труд женщин, на такой вот тяжелый, как моя мама, не берут. Но, тем не менее, железная дорога вообще не сахар. Если кто-то знает, о чем я говорю, так это и ни выходных, ни проходных, ребят, там нет. Там нет ни выходных, там нет ни праздников, там нет ничего. То есть, ну, железная дорога должна работать исправно, безопасно, чтобы пассажиры не боялись ездить на поездах, поэтому вас могут вызвать ночью. Метель, стужа, солнце, что хотите. Ну, и, естественно, если ты работаешь по 9 часов, по 10, иногда бывает и по 12, когда-то может тебе о второй работе думать, о второй, о третьей, о скольких-то еще работах. Поэтому, в общем-то, было очень трудное положение. Так вот, мама моя параллельно искала в интернете, даже не искала, вы знаете, она листала ТикТок, она его, кстати, скачала намного раньше, чем я, ну, времени побольше у пенсионера, сами понимаете. И вот она листала ТикТок и увидела видео женщины, которая рассказывала о компании. И вот она с этим видео, она написала ей, естественно, получила информацию, и вот с этой информацией, ну, вот, прилипла прям ко мне, прям вот, втесалась в меня, так вцепилась, дочь, разберись, дочь, разберись. Вот так капала по несколько раз на днем. Мы созваниваемся с ней в течение дня довольно-таки часто. Ну, и когда к ней едешь, ну, на машине, хоть и недалеко, но тем не менее, когда пешком бежишь. В общем, вцепилась на меня, разберись, и все за меня. Ну, что делать? Вроде сначала получалось обмахиваться, потом думаю, ну, она же не успокоится. Но ведь не успокоится, потому что упертый она у меня такой человек, упорный. В общем, заставила, заставила разобраться. И так больше того, ребята, она еще и умудрилась прокупить бизнес-место маленького номинала. Ну, то есть, это такая вот как бы тактика. Такая хитренькая военная тактика такая небольшая. То есть, я вот сейчас прокуплю, ты куда ты денешься? Все равно придешь со мной, правильно? Потому что, зная воспитанное ею чувство ответственности, куда ты денешься? Все равно придешь. Пришлось прийти, ребят. Пришлось прийти, думаю, хорошо, успокою ее, чтобы она не нервничала, чтобы успокоилась. Отстала, чтобы в конце концов. Приду, посмотрю, разберусь. Ну, естественно, чего там разбираться? Очередная лоховозка какая-то. Ну, что вы думаете? Пришла. Наверное, не знаю, вот я здесь два года уже в компании, мне не встречались такие вредные гости, но вот мне кажется, я была настолько вредна, я вот в гостевом чате со всякими такими глупостями лезла, мне казалось. Хотя сейчас уже понимаю, что да не бывает глупости, если человек хочет разобраться, да пусть разбирается. Скрывать нам нечего, пускай задает свои вопросы. Главное, что у человека есть желание во всем разобраться, любопытство, это похвально, любознательность. Так вот, лезла везде, кругом, в общем, везде сувала свой нос. Ну, сувала-то не зря, в принципе, я разобраться хотела, разобралась, ребят, разобралась, этот маленький стол поспособствовал, в принципе, моему обучению, потому что на этом столе для меня уже обучение открылось. Ну, что вы думаете? Ну, вот два года уже здесь не лоховозка, вот так я вам скажу. Мало того, даже лоховозка это сейчас язык не поворачивается назвать, благодаря Бифри. Вы знаете, почему я, в принципе, пошла когда-то в интернете что-то искать, потому что у нас случился с мужем развод, и на мне повис такой довольно большого размера кредит. На тот момент мы остались с ребенком вдвоем. В общем, дошли до того, что у меня были арестованы все счета, у меня арестована машина была, вплоть до того, что каждый день по нескольку раз на дню поступали какие-то звонки с какими-то угрозами, грозились приехать все опечатать, все позабирать. Ну, в общем, жизнь была еще та. Я вот почему сейчас с улыбкой вас слушаю, совсем недавно мне было вообще не до улыбок. Жить не хотелось, с утра просыпаться не хотелось, и вообще хотелось все время только спать, 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 ничего не видеть, ни о чем не думать, ничего не решать. Потому что все повисло просто на мне, вплоть до того, что выбирать приходилось. То ли холодильник заполнить, то ли ребенку пуховик купить, то ли ЖКХ услуги заплатить, потому что на все вместе просто денег не было, понимаете? То есть ты покупаешь в один месяц, в конце концов, рассчитался с долгами, да, я живу в селе, в Амурской области, в России, на Дальнем Востоке, у нас небольшое село, и здесь, в принципе, можно сходить в долг, взять продукты. И вот получается, вроде как ты получил остатки там того, что пристава тебе оставили, да, отдал, пошел долг, то есть получается, ты как бы поел в этот месяц, но при этом ты долг отдал за прошлый месяц. Денег-то у тебя опять нету. Либо ты пошел, оделся на зиму, тогда ты пошел в магазин покупать в долг, продукты брать, да, либо заплатил за свет, за электричество, набежавшие долги, за все остальное, все остальное, еду и одежду, пошел опять же взял в долг. То есть долги вот просто как снежный ком. Ну, даже душили, это не то слово, ребят. Так, ушла далеко еще в своем возмущении, до сих пор вспоминаешь, возмущаешь, слезы скатывают. Дина, как на данный момент у тебя с кредитами, с долгами, и вообще, как у тебя помнелось? Да, точно. Валентина Васильевна вернула к реальность. Спасибо, Валентина Васильевна. Так вот, ребят, на сегодняшний день, я, в принципе, погасила долг этот огромный, я погасила две кредитки, у меня было плюсом две кредитки. Я живу на деньги, которые зарабатываю в Бифри. Совсем недавно я вот машинку на днях себе приобрела, машинку мечты. Моя уже, наверное, капала, ну, подтекала что-то около полугода. И, вы знаете, раньше мне казалось, какая машинка, что вы? Чтобы купить машинку, я буквально еще год назад, наверное, полтора даже, полтора года, да, пока, в общем, работала, да, я пришла с маленького стола, был путь долгий у меня довольно, ну, дольше, чем у многих, кто пришел с автохауса. Автохаус был для меня тогда только мечтой. Я микроволновку, помню, брала с утюгом в кредит 12, подождите, 15 тысяч. 15 тысяч в кредит брала, 21 тысячу переплачивала, год все это платила. А тут вот буквально на днях я поехала в районный центр, спокойно привезла, за наличку купила машину стиральную, причем совсем не дешевую, навороченную машину, которую хотела, давно присматривала, мечтала о ней, попутно сходила в салон красоты, сходили мы с мамой, со всеми, в общем-то, вытекающими. То есть жизнь поменялась, ну просто было черно, стало бело, была земля, стало небо, была ночь, вдруг день настал. Поэтому, ребят, вот обратите внимание, все мы здесь абсолютно разные. Абсолютно-абсолютно. Разных возрастов. У нас, в принципе, разные какие-то профессии. Но что всех объединяет в целом? Да вот это вот, ну вот, даже не могу, только хочется на букву уже сказать слово. Вот это вот положение, в котором мы все оказались. То есть мы не приходим сюда миллионерами, мы все приходим сюда, не знаем вообще, в принципе, где взять этих же самых денег на вход. В недоумении, как мы все это будем делать. Откуда у нас возьмутся люди. Ничего мы этого не знаем. Всех нас когда-то просто объединяет желание все это поменять. И вот это у вас самое главное, ребят. Есть желание, вам точно к нам. Есть нужда, вам точно к нам. Поэтому, ребята, ничего не бойтесь. Слушайте себя. Вы хотите все это поменять? Тогда добро пожаловать. Мы с удовольствием вам во всем поможем. Спасибо, Валентина. Потому что я могу говорить бесконечно. Спасибо, Зина. Да, вот, ребята, вот вы слушаете новички, особенно, да, как у людей меняются. И даже наши партнеры, кто недавно пришел, уже зашли, и в рабочем чате они видят, какое отношение вообще у нас в команде ко всем. Да, мы никогда никого не бросаем, всем помогаем, в первую очередь новичкам. На любой вопрос отвечаем. Сейчас я хочу предоставить слово моему уже партнеру, который ко мне пришел, только когда я заходила, да, буквально там через два месяца она ко мне, или через три пришла. И, ребята, когда я услышала ее историю, где работаешь, как обычно, да, мы созваниваемся, к нам люди приходят, спрашиваются, расскажите про работу. Она мне спросила, расскажите про работу. Я рассказала. Я говорю, а где вы работаете, да? И она мне говорит, а я работаю там кондитером профессиональным в столовой. И я говорю, ну хорошо, а сколько вы зарабатываете? Она сказала мне 11 тысяч. Ребята, вот я предпринимателем всю жизнь отработала. Ну, я по своей историей, если будет время, я позже расскажу. Но факт тот, что меня вот это убило, что человек весь месяц, я говорю, ты весь месяц ходишь за 11 тысяч? После того, когда она мне показала свои фотографии, какие она делает торты, ну, вот эти, вы знаете, которые на свадьбу делают, ну, действительно, человек профессионал своего дела. Такие всякими с фотографиями, с машинками, там, с кольцами может, со всеми, там, очень красивые, такие художественные, витражные, можно так сказать, для меня вот лично, да, я вообще, торты очень такие, да, дорогие. Я говорю, так ты на себя бы работала, бы зарабатывала кучу денег. Она ходила в столовую за 11 тысяч рублей в месяц. Я была в шоке. Я стала, немедленно уходи, и ты уже здесь будешь зарабатывать в три, в пять раз больше, если ты меня послушаешь. Так и вышло. Надюша, если ты здесь, расскажи свою историю в двух словах. Всем, всем добрый день, да, ребят, правильно девчонки сказали, вот, на самом деле, прям сидишь и улыбаешься. Даже каждую историю слушаешь, ребят, это на самом деле так. И каждый, кто вот из партнеров рассказывал, ребят, это просто шедевр, это просто, вот мы говорим, да, на самом деле, вот не то, что сказка, это реальность, которая до Бифри была, и именно в Бифри у нас поменялась наша жизнь. Ребят, меня зовут Надежда Колесникова, я с Воронежской области, кто еще меня не знает. Ребят, на самом деле, я пришла вот именно на Валентину Васильевну, Беляеву, да, я увидела ее в интернете, она рассказывала о компании, и, конечно, я услышала то, что обучение, да, бесплатно, меня вот это сподвигло. Вообще, я ранее вообще никогда не работала в интернете. Если где-то кто-то там вывони, или там нападок, да, где-то зарабатывал, я, ребят, вообще просто никогда не работала. Конечно, я пришла с нуля, сюда, ребят, вообще никак, я боялась очень сильно. Ну, конечно, мы посмотрели маркетинг с вечера с сыном вместе, и, ребят, конечно, он по маркетингу увидел вот эти выплаты, про которые мы рассказываем именно в автохаусе, которые мы можем дома и квартиры, машины купить, да, на самом деле, именно вот эти выплаты он увидел. И говорит, мам, если мы сейчас не зайдем, у нас просто наша жизнь не поменяется. и мы решили прям на утро, ребят, конечно, у меня зарплата очень маленькая была, мы недавно просто как бы на материнский капитал купили дом, но вы сами знаете, если в России кто живет, да, материнский капитал очень маленький. И мы, можно сказать, голыми стенами купили дом, можно сказать, домик. Жили до этого в общежитии, в 13 квадратах, вот, четверо, ну, как бы, один маленький ребенок, и нас было трое взрослых, ну, один взрослый ребенок, и нас двое. Представляете, вот так вот мы жили, в 13 квадратах. Никаких удобств. 15 лет мы в общежитии прожили. И когда мы на материнский капитал купили дом, пускай даже и обои не поклеенные, да, у нас просто вот мы купили дом, да, можно сказать, коробку, и мы начали думать, а что, как нам делать. У нас были отложены на капитальный ремонт, ну, немножко отложили, как бы, да, сами понимаете, как бы зарплата очень маленькая, много не отложишь. Вот, и я, когда увидела компанию Бифри, я просто решила, мы решили вместе с сыном сразу зайти в автохаус. Ребят, именно в автохаусе мы поняли, что именно там мы заработаем деньги. Именно там мы начнем зарабатывать. И моя реальность осуществилась, понимаете? Когда мы зашли именно в компанию Бифри, да, ребят, у нас страхи были и сомнения, да, многие вот так живут, да. Я когда зашла в компанию Бифри, ребят, у меня вообще поначалу думала, блин, да у меня не получится. А у нас начало получаться. Люди начали нам писать, потому что мы настраиваем так в соцсети, что люди нам пишут. И когда люди приходят и начинают точно так же обучаться, ребят, это все возможно, понимаете? Мы начали, я начала строить свой дом, понимаете, вот это достраивать, пристройку начали строить, ребят, баню построили. Это именно в компании Бифри, потому что я ушла с найма, и у меня ребенок старший тоже ездил по командировкам, тоже приехал домой, и он сказал, мам, я не буду ездить по командировкам, я буду точно так же, как и ты, зарабатывать деньги именно в компании Бифри. Потому что я поняла, тут я получу деньги. И, конечно, начала зарабатывать. И вот кто из партнеров, да, выступает, ребят, мы, потому что мы рассказываем именно наши истории, к которой мы пришли, да, в компанию Бифри. И когда мы начали зарабатывать, я вот в компании два с половиной года, ребят, я прожила в общежитии 15 лет, без удобств, 13 квадратов, вы представляете, да? Именно с компании Бифри за два с половиной года я достроила свой дом, я купила квартиру двухкомнатную, ребят, представляете, именно с компанией Бифри. Это не говоря о том, что я и кредиты платила, я покупала домой, я одевала детей, я одевала себя. Ребят, именно в компании Бифри начинаем жить достойно. И, конечно, ребят, кто еще рассматривает именно компанию Бифри, ребят, заходите обязательно. Вы увидите, какое тут обучение пошаговое, потому что я с нуля пришла, и мои партнеры точно так же. Почему мы говорим, даже пенсионеры тут могут? А потому что мы ведем каждого партнера за ручку и ведем до результата. Тут каждый получает, начинает получать выплаты, понимаете? И тратить куда именно он хочет. И когда говорят вот в найме, да, вот тебе сдали зарплату больше. Тут именно в компании Бифри нету такого. Тут видите, что у нас на самом деле радуемся, когда получают наши партнеры, получают то, что выплаты там 8-100 долларов. Представляете? Вы в найме такие деньги не заработаете. И вот кто в месяц вот такие деньги зарабатывал? Я лично никогда. И спасибо Валентине Беляевой то, что я ее увидела. Это на самом деле так. Я увидела ее. Это вот как звезда с неба, наверное, упала. Ребята, я мне путь показала. Просто в компанию Бифри я даже не представляю вот сейчас, в данный момент, как бы я жила без Бифри. Вот в данный момент у меня даже ребенок заболел, да, как бы температура. Ребята, если бы я работала в найме, мне бы пришлось мне бы пришлось скорую там вызывать или там... Я вызвала ребят, это все элементарно, но ребенок возле меня. Я второго ребенка вижу, как он живет, как он ходит в школу, понимаете? Это на самом деле так. Первого ребенка я просто не видела. Я старшего ребенка, он просто вот так вот ходил в школу, да, я не видела, как он растет. Ну, вы сами понимаете, потому что много людей работают в найме и понимают, что... Или там на пенсии. Ну, не видят люди, детей, которые работали вот в найме, понимаете, детей не видели, как они росли. Именно с компанией Бифри это все возможно. Надя, я хочу тебя спросить, сколько лет ты отработала в найме? Сколько лет? Восемнадцатый лет. Тридцать пять отработала в найме, детей она не видела там, да, уставала, здоровье, все. Но здесь всего лишь находишься сколько сейчас на данный момент ты здесь Бифри? За два с половиной. За два с половиной года, ребята, отремонтировала весь полностью дом. Мы это видели фотографии, она нам показывала, потому что мы общаемся, да, все полностью, мебель купила, да, а сейчас еще двухкомнатную квартиру купила буквально там два месяца назад. Вы понимаете, как меняться у людей жизнь за два с половиной года? И тридцать пять лет протянутой рукой ни хрена не было одиннадцать тысяч в месяц. Это самая большая зарплата, и тебе все равно ее не хватит. Ты хоть уработайся, хоть угребись на этой работе, вы понимаете? Вы когда будете жить для себя? Слава Богу, что она разобралась и зашла. Кстати, она молодец, не сидела долго, она зашла буквально на следующий день. Вот сегодня она мне позвонила, я была шокирована, когда она мне сказала одиннадцать тысяч, я сказала, все, вот придешь сюда, и твоя жизнь изменится просто на 360 градусов. Так и вышло. Мы никого здесь не обманываем, мы здесь все простые люди и зарабатываем. Я хочу еще добавить, ребят, не бойтесь, на самом деле, меняйте свою жизнь. Именно с Киби Фри у вас это все получится, понимаете? Именно тут наша жизнь меняется. Не стесняйтесь, задавайте вопросы и пишите пригласителям. И ждем команду. Спасибо, Валентина Беляевна. Спасибо, Надежда, за твою историю. И хочу еще историю сказать у нас еще одного партнера, который живет, вообще, как вы говорите, да, я живу там, кто-то живет в деревне в Гухой, кто-то еще где, да, если Юля Скачкова здесь, у нее тоже там всего два-три дома в деревне, и человек просто работает и расширяется, и команда растет, и развивается, и зарабатывает в первую очередь в компании BeFree. Юля, ты здесь? Да, здесь, Альбина Васильевна. Всем доброго дня. Я живу в деревне, вроде бы в городе, но за городом. У нас и город-то маленький, город Фролово, он такой, знаете, это провинциальный городок малюсенький. Мы еще и за городом живем, у нас с работой очень туго, а именно поэтому я и пошла в интернет. Но, честно говоря, после того, как я теряла деньги в интернете, я не хотела больше никуда вкладывать, совершенно ни копейки, потому что после первого опыта было жуткое состояние такое, когда ты понимаешь, что мало того, что ты ничего не заработал, и так у семьи долгов было много, а ты загнал еще в большие долги. Но, когда я увидела этот маркетинг, увидела, я тогда, как сейчас помню, я зашла в компанию, ну, еще не зашла в компанию, на тот момент Валентина Васильевна получила выплату вот эту огромную, и она поехала в Дубай. И я тогда для себя решила, думаю, блин, но если пенсионерка смогла, да, почему я не смогу, я увидела здесь возможности, у меня не было возможности за этим, денег не было, вот от слова совсем, как вот все ребята рассказывают, да, вот как Наташа говорила, на продукты денег не было, мы их просто тупо в долг брали, потому что жили вообще полностью в кредит, на вся жизнь кредит была, но как-то вот муж против был, категорический муж и старший сын, они мне сказали, нет, хватит, на зарабатывалось больше никуда. Я начала рассказывать, как тут ребята все зарабатывают, вот там слесарь, говорю, вот машину купил, выплату получил восемь сто там, и начала всех показывать, рассказывать, особенно апеллировал всегда пенсионерами, которые получали огромные выплаты, для меня это было, ну и муж как-то, ладно, говорит, заходи, денег не было, но заходила я на стол 150, потому что я вообще не рассматривала маленькие столы, и вот я уже два года, третий год пошел, как я в этой компании, переживала, что не будет у меня ничего, не получится, я настолько уже побегала по информации, интернету, особенно вот эти вот продуктовки, они вот убивают ту уверенность, что у тебя что-то получится, потому что ты бегаешь по людям, спамишь, тебя в блок кидают, и постоянно вот этот, с этой продукцией, как дурень со ступой, вот боялась, что будет ровно то же самое, что нужно будет бегать, нет, вот как на самом деле говорим, что, ребята, люди вам пишут саммит, на самом деле так, моя жизнь за это время, вот уже два года изменилась кардинально, команда растет, с каждым днем все больше и больше, и у команды уже, свои команды, что особенно радует, когда ты рассказываешь человеку, что здесь, ребят, можно заработать, тебе не просто поверили, зашли, да, действительно начали зарабатывать, уже у ребят команды растут, с мужем мы до этого чуть не развелись, у нас такие скандалы жуткие были, потому что, ну, знаете, что такое, нехватка денег, да, я не могла идти в найм работать, потому что, во-первых, по сути дела, ты некуда, я увольнялась с найма, именно потому, что по состоянию здоровья у меня проблемы с позвоночником, с передвижением тазобедренный сустав, у меня огромное количество болячек, которые не позволяли просто идти работать в найм, вот, а так как специального какого-то образования высшего нету, работаешь кем? Работала пекарем, да кем я только не работала, и уборщицей была, и грузчиком была, и кем я только не была, и дояркой была, в общем, вся жизнь так в пахоте, а тут еще и то, что дома выживала, вот в котором мы живем, родители строили, помогала им, и здесь здоровье как раз вот, так как не было возможности нанять рабочих, а делали все сами, а дом довольно-таки большой, у нас 150 квадратов, и было тяжело, очень тяжело, но все преодолимо, и вот за эти два года, что вот я в этой компании работаю, зарабатываю, конечно, жизнь поменялась, вот я вообще не представляю, я вот смотрю сейчас на людей, которые в найме чисто зарабатывают, я поражаюсь, как вы выживаете, вот у меня мама, пенсионерка, там пенсия мизерная, лекарства ей купить не на что, газ экономит, вот это вот все там, чтобы лишнего никуда не заплатить, ну вот благодаря компании как-то вот и помогать получается теперь ей, раньше я даже помочь-то ей ничем не могла, потому что сама сидела в долгах, как в шелках, там купить, покушать нечего, не на что было, а теперь вот буква, вот даже самое, знаете, у меня здесь была моя самая, вот я заходила в эту компанию, у меня была одна такая огромная-огромная мечта, так как сказал уже, да, со здоровьем проблемы, дом строили сами, и дом деревянный, так как дом деревянный, естественно, его нужно мазать, а кто вот, люди деревенские, да, вот кто знает, что такое деревянный дом мазан, это мазать каждый год, каждый, то есть наступает лето, ты его мажешь, потом ты уж начинаешь затирать, а дом высокий, у нас очень высокий большой дом, и это довольно-таки, знаете, такое себе удовольствие, потом это нужно все побелить, потом это нужно все отмыть, убрать, выгрести, короче, на это уходило огромное количество времени и сил, про здоровье вообще ничего не говорю, потому что к этому ко всему плюс еще и огород, у нас 50 соток земли, можете себе представить, да, какой-то каторжный труд, вот, и в этом году наконец-то мы его отделали, ребята, вот этот, я не знаю, это, наверное, самый счастливый момент в моей жизни, мы снаружи отделали дом, мне его больше никогда не нужно будет мазать, мне не нужно будет белить, я только прошлась с косилочкой, которую, кстати, благодаря Бифритой приобрела, раньше у нас были такие, знаете, дешевые косилки, которые там быстро ломались, толком не косили, в этом году у нас получилась ситуация, что пришлось купить две косилки, мы купили одну косилку, она сломалась успешненько, мы пришли в магазин, нам там сказали, что она там бракованная, ремонту не подлежит, есть вот еще одна косилка, но там доплатить нужно, да, какие проблемы, доплатили, взяли домой, приехали, все прекрасно, так вот, если бы не компания Бифри, я не знаю, вот мои муки адовы, наверное, до сих пор бы и длились, почему, потому что внутри дома ремонт, туда нужно заплатить, сюда, ну знаете, да, как жить в деревне, это постоянно ты строишься, это постоянно что-то ремонтируешь, тебе постоянно что-то нужно сделать, одно, другое, третье, пятое, десятое, все время какие-то затраты, ни забор, так, что-то с сараем, ну, ну, что это такое, кто живет в деревне, да, у кого может быть, знакомые или родственники живут в деревнях, так вот, я теперь этого делать не буду, у меня освободилось столько времени, вот с этим месяц, месяц у меня уходил на то, чтобы привезти, просто подготовить дом к зиме, теперь я счастлива, и причем, ребят, брали, он вызвали мастера, да, который приехал нам делать этот дом, и он нам, значит, считает квадратуру, какой материал там, посчитал материал, мы зашли на сайт, выбирая материал, понимаем, что мы такой материал брать не хотим, он нам нафиг не нужен, нам нужен хороший, качественный, который служить будет гораздо дольше, и мы взяли, получается, сам, ну, получился самый дорогой, конечно, все были, сам мастер-то в шоке был от того, что мы выбрали, но вот мы теперь просто вот сделали дом так, как я хотела, вот именно это бревнышко, не просто там дешевый пластик, да, какой-то, ну, чтобы просто там чистый эстетический вид был, а вот именно то, что хотела я, вот так и цвет тот, какой я хотела, и сама форма, как я хотела, знаете, действительно здесь мечты сбываются, у нас была плита стояла сломанная, ну, как сломанная, она газовая, все нормально, а духовка у нее была сломана, ну, а пойти купить плиту, ну, такой острой надобности не было, но духовка не работает, ну, не работает и не работает, ладно, там пирожки, вот это вот все, там купили маленькую, вот эти вот, знаете, духовочки есть, а тут я получила выплату, так сидела, подумала, говорю, пойду я куплю себе плиту, и вот зашли мы, Мы зашли за 48 тысяч, купила себе офигенную плиту, верх газовый, покрытие, стекло. Здесь у него духовка электрическая. Просто моя мечта, я пекарь с огромным стажем. И для меня духовка это очень много. У нас зимой сломался котел, знаете, самые морозы начинаются. Представьте, зима, да, уже к Новому году дело подходит. А у нас ломается котел. Так как мы его брали недешево, все было в кредит. И за три года мы его ремонтировали, мы посчитали шесть раз. И это происходило все в отопительный сезон. И на этот раз тоже ремонт. И он нам озвучивает, мол, ремонт 10 тысяч. Я говорю, вы гарантию даете, что он дальше будет работать? Ну, нет. Мы просто собрались, поехали, купили новый котел. Тот котел, который нам подошел, который мы захотели, мы выбрали, который нам понравился. И просто вот, знаете, вот прийти и оплатить большую покупку. Когда раньше у меня, допустим, для меня крем было купить за 300 рублей. Это очень дорого. Я не могла себе такого позволить, потому что, ну, я лучше нам молоко или еще что-то куплю на эти деньги. Потому что, ну, для меня это много было. Это дорого было для рук купить какой-то хороший крем. А здесь мы уже просто захотели, купили. Я купила ноутбук за наличку. Я ребенку купила PlayStation последнюю за наличку. Мы купили огромный телевизор за наличку. В кредит не берем. Мы купили огромную, шикарную кровать за 60 тысяч. За наличку. Так что, ребят, вот здесь, вот там девчонки говорили, да, золото, не золото. Я вообще насчет украшений не падкая, не люблю их. Как, ну, для меня, там, муж бывает, вот сейчас, на данный момент, мне муж уже радует, то колечко подарит, то еще что-то. Ну, так вот, конечно, классно, красиво. Ну, и для меня, для меня важнее пойти, вот я зашла в магазин, увидела красивую блузку. Раньше я, вот, чтобы вы знали, да, я заходила. Я никогда не могла себе этого позволить. Я не могла позволить себе понравилось, купила. Такого не было никогда. Да, если покупалась какая-то вещь, она покупалась по острой необходимости. Ну, потому что уже все, ну, надо, ну, необходимо. Сейчас же я зашла, у меня там любимый отдел есть, где очень дорогие вещи, но они действительно очень качественные. Зашла, там, брючки за 6 тысяч и блузочка за 5,5 я взяла и пошла просто потому, что мне захотелось. Потому что она мне понравилась. Не потому что там мне приспичило, придавило. Потому что, ребят, если у вас вот такая ситуация с деньгами. Вот у меня, знаете, недавно женщина зашла и говорит, да, все классно, но у меня нет свободных денег. Ребята, да их не бывает свободных денег. Когда мы живем и работаем в найме, когда мы все в кредитах по уш, их не бывает свободных денег. Их и не будет. Если сидеть и ждать, когда появятся эти свободные деньги, лишние деньги, никогда они не появятся. Их почему-то становится все меньше и меньше. Зарплаты не растут, а цены в магазинах просто как на дрожжах. Так что, ребят, заходите. Не пожалеете, правда, не пожалеете. Да, Юля, спасибо. Вот сколько жизнь меня отзывала. У простых людей хоть в деревне находятся, хоть в городе, без разницы, ребята. Я закончу сейчас скоро уже через 5 минут свой голосовой. Я просто расскажу в двух словах, как моя жизнь благодаря BeFree изменилась. Я предприниматель более 30 лет, ребята. Чего бы мне делать в интернете? Но уже возраст такой, что в любое время я могу закрыть магазин. У меня было два магазина на данный момент. Кстати, я один уже закрыла, потому что это мне не нужно, этот геморрой. Раньше я ездила на выездные, когда была помоложе. Зарабатывала в 2 часа ночи встану, чтобы к 8 утра приехать на рынок с палатками. 4 палатки, без разницы, дождь, снег, жара, холод. И когда я уже приобрела себе магазин, у меня сейчас уже 12 лет магазину, и я здесь зарабатываю. Но зарабатываю как? Все время везде нужно вкладывать. На земле вы любой откроете, хоть магазин, хоть парикмахерскую, как мы говорим, хоть лесопилку, хоть где в найме. Вы заходите, если вы лично для себя открываете бизнес, вам надо вложения. Какие? Нужно за аренду заплатить, чтобы продавцов нанять, чтобы продавцам платить, техническому персоналу платить, налоги платить, аренду платить, засвет платить. У меня выходит это где-то 200 тысяч в месяц. Вот я задержу магазины, на товар привезти. В общем, постоянно нужно, к чему я веду, постоянно нужно вложение на земле, даже если ты работаешь предпринимателем. И не факт тот, что у тебя уже вообще пойдет все, зашибись, все прекрасно. Я тоже не знала, когда открывала магазин, я не знала, будет у меня выручка, не будет. Но у меня в таком месте, в хорошем, около автовокзала, и ЖД вокзала находится магазин, и у меня есть выручки. Но постоянно нужно это все контролировать. А здесь, ребята, когда я сюда зашла, мне сказали, нужно по условию компании пригласить двух человек. Вот у меня один вопрос был к своему вышестоящему, к Наташе Брашникову. Всего лишь двух? И пошла строится команда, она говорит, да, всего лишь двух. Я говорю, так это ни о чем сейчас сказала. Пару человекам все, тут что не сказать. Но я видела, что маркетинг, я сразу поняла, что он рабочий, что все, тут, пожалуйста, мы, правда, сидели раз в 20, смотрели для начала, как это все работает. Вроде смотрим, все действительно работает, все приносит деньги, но как они возвращаются? Потом только у меня жетончик провалился, что когда я увидела, что там последние три месяца накопления, 300, допустим, 300 и 300, и вы уже в 900 перелетаете автоматом, вот тогда тут же, да, я открыла, буквально зашла. Я думала только два дня, когда я зашла в гостевой чат, я посмотрела, обратила внимание на чеки сбербанковские, потому что, как я предприниматель, я сразу вижу, и я вижу, и часы сравнивала, и я число сравнивала, все смотрела, я зашла, вижу, что все правда, я тут же зашла к 8 марта, я зашла 11 марта, вот у меня будут, ребята, 3 года скоро уже, да, я сказала мужу, так, мне подарка никакого не надо, мне, пожалуйста, твою пенсию, я свою пенсию, вот мы просто заходим сюда в бифри на 300. Я сразу заходила на автохаус, я увидела, что тут действительно огромные деньги, и когда было мое удивление, что я на четвертый день действительно их вернула, я просто была в шоком состоянии, и теперь я работаю уже 3 года, все время говорю, здесь деньги просто летят с воздуха, ребята, так и есть, вы понимаете, вы не вкладываете ни рубля, вы сюда зашли, ну, вы вернули свои 100% обратно, понимаете, со второго человека строго по маркетингу вы возвращаете, остается только 5 долларов, чашка кофе, я все время сравниваю, когда я поехала отдыхать, каждый год езжу, да, вот Юля говорила, да, что я летала, да, действительно, у меня на третий месяц пришли 2 выплаты в 900 долларов, через 3 дня разница, 900 и 900, 1800 долларов я заработала, это подсчитала, блин, это моя годовая пенсия за год, а здесь я без своих вложенных, которые только 5 долларов остались, все, я, и потом еще акция была, я их вернула, эти 5 долларов, когда была акция, ребята, ну, как не с воздуха, действительно, с воздуха, без вложений зарабатываешь в интернете, и тяжелее телефона, ты не держишь ничего, и когда я слетала в Дубай, просто попала в сказку, что там люди живут, да, не сравнить с нами, как живут, и я, естественно, сказала, нет, я здесь буду работать, чтобы себе уже не только пенсию заработать, нормально, потому что пенсия у меня там была копеечная, я ее действительно уже на мороженку, сейчас я ее не беру, там копится и копится, допустим, да, а здесь такие деньги, ребята, ну, это действительно, вот берете лопаты, гребете, если есть желание, мы все время говорим, мы никогда не скрываем, что вот вы пришли, сели, и вам деньги с неба посыплются, нет, здесь надо поработать только в интернете, и за очень огромные выплаты, понимаете, потому что маркетинг для всех одинаковый, воровать нечему, схлапываться нечему, потому что все работает на автомате, каждый год проверяется лицензия, маркетинг сертифицированный, Анна Михеева, наш создатель, добивалась полтора года, чтобы этот маркетинг сертифицировать, чтобы действительно все работало, как часики, и когда вы зайдете, и поймете, и разберете, что здесь просто простые люди, зарабатывают, ну, просто сумасшедшие деньги, я уже через 6 месяцев погасила, у меня на то время было, хотя я обработала предпринимателем, все равно у меня были кредиты, да, но здесь, благодаря компании BeFree, а через 6 месяцев их закрыло все полностью, а это не 80 тысяч, а 800, понимаете, а уже через 8 месяцев, я подчеркиваю, через 8, ребята, была в столе миллионники, а к нам уже люди приходили, вот Ксения свою историю рассказывала, она через 6,5 месяцев была в миллионнике, если у нее горела пятая точка, ей нужно было деньги, понимаете, а в найме мы можем ходить годами, мы можем ходить там до скончания века, и все равно нет улучшений, но единственная одна компания, где вот, ну, я еще раз повторяю, что здесь сертифицированный маркетинг, что это действительно все работает, приходите, вы не пожалеете, если вы еще сомневаетесь, если вы боитесь, ребята, заходите к своим пригласителям, спрашивайте, вот на тысячу процентов даю гарантию, что вы здесь все вернете, вы здесь будете зарабатывать, вы просто через год скажете нам также спасибо, а в рабочем чате с каждым занимаемся, с каждым, кто придет, кто хочет, в первую очередь, этого, изменить свою жизнь, и каждый год вы будете отдыхать, где хотите, когда хотите, понимаете, у меня на данный момент, у меня много покупок, я не буду все перечислять, потому что мы сегодня уже пересидели с нашими историями, я просто скажу, что буквально вот три дня назад, ну или сколько там, я не знаю, прошло времени, около недели, даже неделя не прошла, как я приобрела себе участок в Питере за полтора миллиона, буду тоже строить там дом, понимаете, вот просто я сейчас вам говорю, как есть, я один магазин закрыла, потому что не считаю нужным, чтобы вкладывать в магазин, потому что я здесь зарабатываю в 10 раз больше, чем в магазине, понимаете, и сразу приходят выплаты, что говорим в столе 150, вы постоянно крутитесь по закольцовке, мы вам все время советуем, открываем, открывайте только самые выгодные столы, которые приносят действительно не накопление, а доходы, они вам всегда будут приносить 450 долларов пожизненно, открывайте программу автохаус, где если вам нужен дом, квартира, закрыть кредиты, ипотеки, все зарабатывают, вот понимаете, уже я когда заходила 3 года назад, было 22 страны, сейчас на данный момент уже 49 стран, и более 280 тысяч человек, может сейчас на данный момент уже 300 тысяч, вы что думаете, все дураки такие, все заходят из разных стран, и все такие дураки, а когда новичок приходит и говорит, что это лохотронная пирамида, ребята, включаем голову, включаем мозги, заходим и работаем, все правда, все честно, и никогда не пожалеете, будете только говорить, что я вот в компании столько времени, а я только что зашел, или там у меня женщина недавно зашла, говорит, я год сидела, ребята, она где бы была уже через год, она уже была бы миллионером, это действительно так, но люди покупают в первую очередь все то, что нужно ему на данный момент, когда нас видят и говорят, какой же ты миллионер, там все, ребята, никому ничего не угодить, вы не надо никому ничего доказывать, Юля, вот понадобилось там дом обшить, она его обшила, понадобилось машинку кому-то купить, купили, там на данный момент нужно кому-то кредит закрыть, значит кредит закрывает, ребята, но здесь действительно все простые люди зарабатывают, поверьте нам, и если вы хотите так же, как и мы, иметь доходы уже через год, а не через 30 лет и 3 года, как в сказке, у разбытого корыта сидеть, потому что если вы в найме будете ходить, вам все равно не дадут здесь заработать, то мы вас ждем в компанию, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня у нас пойдут очень много регистраций, они у нас идут каждый день, я за 3 года не помню, чтобы хоть один день был у нас без регистрации, это так и есть, мы рады, мы благодарим каждого, кто пришел, кто рассказал сегодня свои истории, кто слушал, и будем рады в 18 часов сегодня приходите, еще будет, у нас сегодня еще воскресенье, будет у нас сегодня, кстати, голосовой 18 или не будет, девчонки, кто знает, если не будет, то значит завтра в 12, не будет, завтра в 12 часов ждем каждого, уже покажем и маркетинг, и расскажем, как все работает, и покажем кабинеты, как все работает, если кто еще сомневается, всем спасибо, всем до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо большое. Спасибо большое.